Всем вам good morning! Здравствуйте! Примерно 50 лет назад в Израиле проживал большой рабай, который был каббалист, он был марокканский еврей. Он проживал в городе Нативот. Он скончался с 4-го швата. Его звали Бабасали. Бабасали это его прозвище, но его по-настоящему звали раби Исраэль Абу Хацера. Он сделал очень и очень много чудес. Люди на инвалидной коляске 15 лет. Он им давал пить водку, говорил, вставай. Он говорит, я не могу встать, я на инвалидной коляске. Вставай! И человек вставал и бегал, как 10-летний мальчик. Много-много людей он вылечил, очень много людей он благословлял. И они видели открытые чудеса. Вот таким был святым Бабасали, раба Исраэль Абу Хацера. Однажды, когда он проживал в городе Марокко, он должен был поехать очень и очень в далекое расстояние. И его домочадцы, они позвали такси. И вот, когда они уже начали ехать, водитель видит, что вода в машине кончилась. Куда наливают воду в машине? Радиатор. Вода кончилась. А теперь этот водитель, он дрожит. Он не знал, что вода кончилась. Он даже с собой воду не взял. Нету нигде воды. Они попали в такое место, где как в пустыне. Нету воды. Они попали в пустыню, там, где нет воды. И он не знает, что делать. В Радиаторе ни одной капли воды не осталось. Машина дым выходит. Он остановил в машину. И он не знал остановить. Может быть, нету никого? Надо ждать часами, чтобы кто-то проехал. И спросить, если может быть, еще у него вода есть. Нету. Я, говорит, переживай, чтобы с нами ничего не стало. У нас нету обеда, нету воды. И мы здесь в пустыне застряли. Голодные, жаждаем. Что будем делать? Спрашивает водитель этого Рабая. Не переживай, сказал Рабай Бабасалин. Заходишься вверхах, меня метр, мекан, ешмаян, маян хаин. Рабай говорит, я помню, что сто метров отсюда есть вода. Рабай говорит. Но этот водитель, он все-все места знает. Он говорит, Рабай, никакого воды здесь нету. И он говорит, иди проверь, вон там, вон там, иди проверь. И вот этот водитель пошел сто метров там. И на самом деле, что он видит? Воду. Он видит вода там, там родник. Там вода. Сразу он наполнил воду, и они поехали дальше. Когда он Рабая оставил, куда Рабай должен был приехать, и этот водитель обратно проезжает через это же место, он еще раз хочет посмотреть, запомнить это место, откуда он воду взял, и он что видит? Нету никакой воды там. Баба Сали был такой святой, он мог сделать чудесным образом, чтобы появилась вода. У нас есть закон, что если, например, Бог сделал вам большое чудо, и вы остались живых, чуть не умерли, и Бог сделал вам чудо, и вы остались живых, когда вы проезжаете через это место, где Бог вам сделал чудо, вы должны сказать бараха. Благословен ты Бог, Владыка Вселенной, что мне сделки чудо в этом месте. Когда вы проезжаете через то место, где Бог вам сделал чудо, вы должны сказать бараха. Теперь этот водитель, который будет проезжать через это место, где там оказался родник, и сейчас его нету, потому что Рабай через Кабалу сделал, чтобы там появился временно родник, он должен сказать, бараха, или не должен. Зады Асафекием, что Раба Микрэзе, иной юдей, и тамаком, амудуяк, что бой ра анес, вволяя бофензе, или варе, ой, шема, мекеван, что алколь паним нельцам, ботой зор, а может быть ты, может быть ты не можешь найти это место? Может быть он не знает точно где? Божен бараха говорить или нет? На самом деле, в Талмуде Масеха Драхот написано, что был один Рабай, его звали Марбе Бред Рабина. В Талмуде написали два мудреца, они собрали все эти знания и написали, их звали Рабина и Рамаши. Эти два Рабая, они все то, что они знали, учения, они все написали Талмуд, Рабина и Рамаши. У Рабины был сын, он пошел в какое-то определенное место, которое называется Арвуд, и он очень сильно хотел пить воду. Мишун шея отамаком сахих веем бума им клали, и в том месте нет воды. И Бог сделал чудо, что появился родник. Он попил очень много воды, и он остался в живых. Игмара говорит всегда, когда он проходил через это место, где появился для него родник, он всегда говорил бараха. Бараха таа шеми лукеми лихау лав, шея отца линезь бамаком азе. А может быть он когда проходил этот родник, до сих пор там был, а может быть он исчез? Мы не знаем. И написано, что у Хана Рух, а рой бамаком шина особо унесен на Исраиле. Если, например, вы проходите через места, где Бог сделал чудо не вам, а еврейскому народу. Бог открыл Красное море, и вы находитесь там, прямо где открылось Красное море. Красное море, оно большое, вы должны знать, в каком месте открылось Красное море. Вы находитесь там, где открыл Бог Красное море. Или другие места, очень много мест, из которых Бог сделал чудеса. Или он хотел на еврея бросить гору, и потом его убили, и он не смог бросить этот камень на еврея. Или камень, на котором Мошарабену сидел, когда воевали с Амаликитями. Или стены Иерихов, которые упали, вы должны сказать, Благословен ты Бог, что ты сделал чудеса нашим отцам в этом месте. И написали мудрецы, мы точно не знаем, где это место находится, поэтому мы соглашаемся с тем, что написано в книге Кавторва Ферра, чтобы сказать благословение, вы должны точно знать, где это место находится. Если вы пришли и увидели Красное море, это недостаточно, вы должны знать именно, где открылось Красное море. Если вы пришли, Красное море небольшое, вы пришли туда, на самом деле там открылось, вы Барахон не можете сказать. Вы только можете сказать, не говоря имя Бога, если вы точно не знаете, Барук Шиаса Несена Аутену Бамако Мазэ. И поэтому то же самое этот водитель, он не должен говорить имя Бога, он должен сказать только без имени Бога, Барук Шиаса Несена Аутену Бамако Мазэ. И последний рассказ, этот же Рабай Бабасали, к нему домой пришел один человек, который, он является земледельцем, он выращивает фрукты, овощи, и он принес Рабаю фрукты и овощи, и оставил возле дверей дома Рабая. Он позвал жену Рабая, говорит, им рельно-иудизащий, как это, наверное, кое-человек вору там, он принес эти фрукты, овощи, хочет Рабаю дать. И потом, что стало, он ушел, этот человек, который земледельцем, Рабай позвал свою жену и говорит, фрукты и овощи, которые он принес, иди похорони их. Похорони это, мы кушать не будем. И другим тоже нельзя давать, иди похорони. Почему Рабай сказал жене, что она фрукты и овощи похоронила? Почему? Жена Рабая не знает, что происходит, вышла на улицу и видит, что что, фрукты и овощи возле ее дверей. Кому это принадлежит? Рабай сказал своей жене, иди это похоронить. Ему ничего не говори. И потом этот человек, который принес фрукты, Рабай говорит, ты эти фрукты сорвал в шаббат. В субботу нельзя фрукты и овощи рвать с дерева. И даже если они упали, нельзя трогать, пока шаббат не пройдет. Рабай говорит, скажи правду, ты в шаббат порвал? Нет, я не рвал в шаббат. Рабай говорит, ты меня обманываешь, да? Я не буду твои фрукты кушать. И от них удовольствия нельзя, их надо похоронить. И потом этот человек, он сказал Рабай, я не знаю, как вы это знаете, вы правы. Потом он признался, что на самом деле он их сорвал в шаббат, и он обещал с этого дня соблюдать шаббат. Вопрос. То, что Рабай Бабасали сказал, что эти фрукты, иди похорони, это закон такой, или просто он хумра, вы знаете, что хумра? Хумра означает, ты не обязан, но из-за любви к Богу ты еще больше делаешь, чем надо. То, что Рабай сказал, похоронить эти фрукты, никому не давать. Рабай, это был строгий, или такой закон все должны делать? Вы поняли вопрос? Написано, что, если человек в субботу приготовил обед, этот обед можно кушать или нет? Он взял в субботу, заговорил обед, вот вам обед, шаббат, еврей сварил обед, можно кушать? Это вопрос, если он специально сделал, или нечаянно сделал? Если он знал, что сегодня в шаббат, он знал, что в субботу нельзя варить, не все знают, некоторые не знают, что они вообще евреи, да? Он включил огонь, сварил обед, вот, Влад Кашер на обед он у нас сварил, еврей. Если он специально сделал, ему никогда этот обед кушать нельзя, а другим можно кушать в субботу вечером. А если он забыл, что сегодня шаббат, или он не знал, что в субботу нельзя варить, ему нельзя кушать в этот же день, асур боба йом гамна хирин, нельзя кушать в этот же день ни ему, ни другим, а после шаббата ему можно кушать. Спир, если этот еврей собрал фрукты в шаббат, специально сделал, чужим можно кушать эти фрукты в субботу вечером, чужим, чужим можно кушать, ему нельзя никогда. Но здесь этот человек, он собрал эти фрукты для того, чтобы сделать бизнес. Когда человек, он собрал фрукты для бизнеса, нарушил шаббат, то что, это строже, из-за Субтитры создавал DimaTorzok В субботу вечером даже другим нельзя кушать этот обед, потому что ты сварил, чтобы это продать. Продавать это никогда уже ему нельзя. И поэтому, что здесь написано? Шамис адаба, это архаб бин малон, чем вошли мабур на сома шаббат, а сур на тавшин на холм израил. Поэтому в этом случае рабай он правильно сделал, что он похоронил, потому что этот человек, он принес, чтобы продать эти фрукты. Поэтому он правильно сделал, что закон такой, что он похоронил эти фрукты.